Специально в жилетки езжу, чтобы заметно было. Иначе через оживленную трассу переходить страшно, рассказывает мужчина. Плотным потоком по окружному шоссе идет большая часть транзитного транспорта. А с появлением нового микрорайона Южный машины еще прибавилось. Прибавилось и проблем у родителей. В школу и детский сад, а они находятся на противоположной стороне. Детей надо водить через оживленную автомагистраль. Знак пешеходный переход. Здесь скорее условное спасение, жалуются жители. Очень опасные, потому что рискованно. Другой раз идешь, переходишь дорогу по зебре. И получается с той стороны поворот и с этой стороны поворот. И машина не успевает останавливаться. Хотелось бы, чтобы здесь светофор поставили. С такой просьбой жильцы новостроек обратились к региональным парламентариям. Вместе с представителями городской администрации и сотрудниками госавтоинспекции уже на месте они обсудили проблему. Есть несколько вариантов. Или же временный пешеходный переход. Светофор ставить, а потом переносить в другое место. Или же постового ставить. У нас рассматривается пешеходный переход только в 2017 году при наличии света. Раньше у нас нет финансирования на этой работе. На данный момент нет. На бумаге даже есть план строительства надземного пешеходного перехода на этом участке дороги. В перспективе через три года. Пока же порядка 6 миллионов рублей на установку светофора из бюджета города выделить не готовы. Говорят, рассчитывать можно лишь на частные инвестиции, как было в случае с этой современной зеброй. Городские власти предлагают жителям новостроек переходить дорогу по новому пешеходному переходу, на котором установлены специальные знаки со светодиодами. Он находится буквально метрах в 300 от перекрестка. Но путь до него это настоящее испытание. Даже мне спуститься здесь очень сложно, а с коляской будет практически невозможно. С застройщиков парламентария ответственности тоже не снимают. Ведь при планировке нового микрорайона, считают они, необходимо было учесть все нюансы. Через неделю соберемся. Как раз таки я постараюсь пригласить и застройщиков, и их проектировщиков, ну и граждан, естественно, которые пользуются вот этой дорогой. И мы выработаем те предложения, возможности, может быть, не совсем затратные, но вопрос мы, я думаю, решим. Идеальный вариант – это установка светофора, потому что только светофор может обеспечить на самом деле безопасный переход пешеходов. Возможно, это как раз будет более эффективная установка светофорного объекта с кнопкой вызова, чтобы в отсутствии пешеходов транспорт все-таки мог беспрепятственно двигаться. Впрочем, светофору будут рады не только пешеходы, уверены полицейские. Сами водители уже не раз обращались в ГИБДД, чтобы перекресток окружного совозрождения сделали регулируемым. Алена Шипилова, Алексей Романов, Новости Вологды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова